Итак, для ребят, участников, которые сегодня пишут своё, свой проект Стоимость опыта Средняя полтора миллиона Теперь как поступаем Ребят, смотрите Просто это надо сейчас запомнить Как только вы начинаете работать с проектом Работа у вас начинается с того, что вы всё забираете Потом уже дальше работаете с репозиторией Обратите внимание Кроме того, видео, это видео открытое Чтобы ребята школы понимали Появилась директория с А То есть А, это очень важно Ну, привычка у меня такая Дев процесс history То есть здесь будет вся история наших действий То есть то, что мы делаем Вот здесь есть Оверейл план То есть общий план Давайте взглянем на общий план Что нам надо сделать Итак, задача номер один Нам нужно Сейчас я напишу Чтоб не тратить время зря Нам нужно Реализовать проект Значит Ставим задачу Какой И отвечаем Джанго Ой Джанго Backend Плюс API Джанго Рест фреймворк Плюс Flutter Чтобы получить на выходе Три приложения Мобильная 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 Сайты Сайты И Дисктопная Иными словами Давайте теперь пойдем К нашей цели Вторая задача Одна из основных Это Внедрить В проект Технологию Разработать Механизм Внедрения Мы будем Работать С милдвер Теперь давайте Разбираться Более подробно Значит Смотрите Все в этом Проекте Может быть Заменено Вы можете Со временем Делать Вместо Джанго Ноды Но я не рекомендую API брать Вместо DRF Допустим Fast API Вместо Flacer Что-то На Kotlin Сейчас Весь упор Будет делать На API Теперь Самый важный Вопрос Кому Делаем Проект Бовсуновскому От хитрой Бовсуновский Ему будет делать Проект Нет Ребята Суть В другом Вы Делаете Свой Проект Если Вы Не знаете Пока Не придумали Себе Проект Но нет У вас Цели Значит Делаем Проект Со мной Я На первом Этапе Делаю Проект Который Включает Базовый Профиль Иными словами Кабинет В который Потом Можно Впилить Любую Идею По сути Дело Зачем Зачем Делаем Проект Потому Что У нас Есть Еще Два Пункта Здесь Никто Никого Не Заставляет Но Допустим Я Сейчас Открою Большой Секрет Катя Ведь Я Еще Месяцев Сем Назад Ей Сказал Попросил Ее Работа С Кэлбэками Она До сих Пор С ним Работает Так Это Была Вся Подготовка Только Вот К этому Проекту Потому Что Кэлбэки Нам Нужны На Высочайшем Уровне И Она Достигла Хороших Результатов Но Об Этом Позже Поэтому На Самом Деле Проект Это Минимальная Задача Сам По Себе Проект Этот Вот Сделан Да Ну Соображайте Ребята Чтоб Вы Выросли Только Задача Не Как Стоит Вот У Большинства Людей Эх Сделать Бы Проект Нет Ребята Проект Это Минимальная Задача Чтобы Вы Начали Соображать В Коде Хорошо А Наши Задачи Лежать Дальше Немножко Да То Есть Здесь Работает Принцип На Луну Собрался Через Лес Припрыгнул Поэтому Минимальная Задача Сделать Проект Каким Образом Мы будем Поступать Методики Быстрого Освоения Их Кто Проходил Мой Курс По Джанго Тот Уже Убедился Что Это Работает Именно Так Например Вот Возьмем Комментарий Александра Смелика Да Ну Много Комментарий Ну Просто Я его Я его Убрал Наверное А Вот Здравствуйте Прошел Ваш Курс По Джанго Проходил Самостоятель Не Скинул Ничего В группу До Этого Проходил Парочку Тройку Курсов Писать Самому Свои Проекты Сложно Было Чуть Что Сразу На Ютуб Лез Гугл Хотя Чуть Больше Года Пайтон Изучаю До Этого Пытался Доки Ничего Не Понимал После Вашего Курса Пришло Озарение Теперь Я Кайфую От Документации Джанго Дальше Здесь Кто Незнаком Можно Посмотреть Принцип Методики Здесь Описан На Пример URL Я Уже Кстати Дал Задание Ребятам Иными Словами Методика Быстро Освоения Джанго Она Прекрасно Отработана Понимая Джанго Легко Отработать Методику DRF Django Res Framework Django Res Framework Это Основная Точка Приложения Сир Потому Что Все Задачи Которые Мы Будем Выполнять Они Будут Касаться Выполнения С API Иными Словами Чтобы Наши Приложения Работали Где Угодно Это Все Работает Через API Тема Сложная Тема Для Въезда Простая Но Для Использования Там Целый Пласт Знаний Здесь Не Надо Бросаться Здесь Надо Спокойно Выполнять Задачу За Задачей И Выходное Приложение Я Предлагаю Брать Flats Так Как За Короткое Время Он Имеет Очень Большую Базу Подписчиков Так Как Он Прост Так Как Он Надежен И Так Как Он На Выходе Имеет Возможность С Одного С Одной Кодовой Базы Делать Три Приложения Мобильное Приложение Веб Сайт И Дисктоп Приложение Кроме Этого Там Можно Писать Любые Фишки Которые Вам Захочется Но Но В нашем Случае Мы Будем Работать Джанго Почему Флац Будет Скорее Всего Как Монитор В Компьютере При Помощи IP Принимать Данные С базы Данных И по Нашему Замыслу Написанному Серверной Части Выводить А потом Можете Усложнять Все Что Хотите То Что Что Здесь Надо Понять С этого Момента С этого Момента Надо Понять Что Реализация Своего Приложения Это Задача Минимум Но Никак Не Максимум Здесь Разделено На Три Момента Но Эти Все Вещи Будут Делаться Практически Перепутанно Просто Для Объяснения Я Это Написал Есть Смотрите Есть Готовые Технологии Мы Будем Работать С Python Tone Мы Будем Работать С Telegram Это Вся Идет Там Работа Только Через API И Другими Проектами Это Готовые Продукты Их Может Быть Больше Мы Говорим О том О Написании Собственного Механизма Мил ДВР Вот В описании Еще Сейчас пока Вспомнил Надо мне Добавить Сейчас Сейчас Один из Участников Который Учится Потому что Одни Ребята Уже Очень Опытные Другие Менее Опытные Но Александр Как раз Спросил Вот я Еще Класс Этот толком Не знаю А надо ли Мне быть В этом Проекте Я записал Видео Оно будет В описании Это Для ребят Которые В принципе Учатся Желания Много А страх Страх Секунду Сейчас Вот Есть Это Видео Оно Будет В описании Где Я Объяснил То есть Александр Спросил Вот я Только Начинаю Хотя Он Уже Неплохо Все Идет Но Ему Стало Скорее Сего Страшно Когда Он Посмотрел Тот же Файл Дмитрия Ну Например Вот этот Файл Где Рассказано О связи Связи Атрибута С параметрами И Понятно Что с одной Стороны Это Вроде Как Сложно И где Дмитрий Пишет Я хотел Упростить На что Я ему Сказал Дмитрий Вы Вот этот Файл Написали Вы Работаете Грубо Говоря В обычном Режиме А сейчас От вас Требуется Работа Больше То есть Вот Эй Такие Этот уровень Знаний Берется За первый Шаг Зачем Это Александр Для Того Чтобы Создать Вектор Движения В голове Куда То Стремиться Мы С ним С Александром Например Занимаемся Индивидуально Подтягиваем Питон Но Кроме Того Ему Сказал Смотри На работу Ребят И потихонечку Делай Проект Никто Никаких Задач Подрастешь Сможешь Скажешь Да Я могу Хочу Тоже Делать Пожалуйста Но Надо Понимать Что Сразу Уровень В этом Проекте Высокий Поехали Дальше Это Блокчейн Это Телеграм GPT Там Все Это В Телеграм Есть GPT Но Есть Интересная Вещь Если Поработать Над Механизмом Промежуточным То Как он Оформлен В Джанго Поработать Над Ним Совершенно Отдельно То Вот Эти Все Вещи GPT Python Ton Могут Быть Прекрасно Внедрены В Проект И Для Этого Мы В Принципе И Делаем По Крайней Мере Людям Которые Еще Не Так Уверены Как Другие Ребята Я бы Посоветовал Следующую Рекомендацию Ребят Вы Просто Поставьте Хотя бы Эту Цель Не Надо Бояться Да Растете Все Наблюдали Катю Риму Диму Да Все С нуля Приходили Сегодня Уже Неплохие Результаты Но Мы Эти Результаты Обнуляем Для Них Говорим Вот Сейчас Для Вас Это Первый Уровень Потому Что От Них Уже Будут Требоваться Другие Результаты Как Написать Тестовые Случаи Где Будет Учтено Например Для Калбеков Сама Технология Вопросы Безопасности Вопросы Скорости И Вопросы Точности Кода Как Линус Линус Показывал Иными Словами Не 100 Сток А 4 Чтобы Решалась Конкретная Задача То Что У нас Будет Получаться Мы Будем Записывать В готовые Заготовки Как Абстрактные Классы Вот И Все Поэтому Я Ответил На вопрос Посмотрите Видео Для Ребят Которые Немножко Боятся Ничего Не надо Бояться Итак Возвращаемся Получается У нас Что Реализация Своего Приложения Например Серверные Приложения На рынке Стоит Минимальная Цена Как правило 1700 То есть Заготовка Которая Есть Это Раз А А Максимальная Пришлось Греться Значит Минимальное Написание Своего Приложения На рынке Это Стоит От 700 Тысяч А Разработка Допустим Под Какие Нужды Полтора Миллиона Примерно Проект Сделан Таким Образом Чтобы Ребята Выросли Следующий Шаг Глупо Было Было Быть Думать Что Вот Мы Возьмем Там И от Балды Напишем Да Вот Просто Напишем Потому что Вот Мы Хотим Написать Нет Ребята Так Не Получится Именно Поэтому В этом Проекте Есть Шаги Реализация Обучение Что Понимается Под Обучением В данном Проекте Если Допустим Возьмем Школу Да Там Просто Человек Приходит Допустим Занимается Общается С нуля Проходит Джанга Все Довольно Просто А вот Здесь Берется Нижняя Черта Уровня Какой То есть Берем Там Дмитрия Который Пишет На шести Языках Берем Катю Которая Прекрасно Понимает Келбеки Берем Риму То есть Эти Наработки По Разным Вещам Их Немного То Что Мы Будем Использовать В основном Что Это За Вещи Вот Здесь Есть Директория Программин Лэнглз И Здесь Есть Атрибуты Это То С чем Надо Разобраться В конце У нас Есть Таск Пока Будет Именно Так Здесь Есть Тодда Везде Есть Файл Прочти Меня Тодда Один Вот Вот Это Тодда Будет Сейчас Добавлено В Историю Где Написано Дмитрий Атрибуты Екатерина Функции Обратного Вызова Рима Геттер Ресеттер Михаил Объекты Первого Класса Андрей Горин Объекты Высшего Порядка Пока Все Потом Переходим К Метаклассам Что Надо Сделать Каждому Из Ребят Вы Ребята Сейчас Свои Наработки Загружаете В Соответствующую Категорию В Вот Здесь Дмитрий Атрибуты В Атрибуты Катя Клбеки В Клбеки И так Далее То есть Открываете Читаете Тодда Здесь Все Написано Здесь Есть И Обсуждение Где Можно Спросить Всегда Можно Открыть Историю И Посмотреть Что Сейчас Происходит На первом Этапе Не будет Подключаться Никаких Других Вещей Потому Что Очень Четко Понятно С чем Работать Да Никто Никого Никуда Не гонит Делаем Спокойно И Так Далее Да Теперь Давайте Вернемся Назад Секунду Давайте Вернемся Назад Глупо Было Было Думать Что Можно Написать Нечто Стоящее Если Не Иметь Знаний Глупо Было Бы Думать Что Можно Написать Нечто Стоящее Если Иметь Начальные Знания Посему Должен Четко Установиться Уровень Знаний Который Я Показывал То Что Катя Нарабатывала По Клбекам 7 Месяцев То Что Дмитрий Нарабатывал По Атрибутам Иными Словами За Основу Мы Берем 4 Пункта То Что Было Все На Индивидуальном Обучении Основа Да Здесь Разработки Первое То Что Каждый Из них Умеет Прекрасно Читать Исходный Код Чтение Исходного Кода Документации Прекрасно Читать Следующий Момент Разбираться В нескольких Языках Программирование Здесь У нас Есть Дарт Поэтому Все Ребята Которые Сделали Наработки По Дарт Грузят И Сюда First Dev Катя Разрабатывала Я знаю Дарт Но Здесь Стоит Конкретный Вопрос Изучения Дарт Сходу Я Много Объяснял Как Это Давайте Будем Работать То Четко Показывайте Как Сходу Изучить Язык Стоп Новички Сейчас Могут Которые Смотрят А как Это Вообще Можно Ребят Здесь Идет Вопрос Речь О том Что Человек Знает Несколько Языков Мы Сейчас Не Будем Это Отвлекаться Я Говорю Это Сейчас Для Ребят Поэтому Сходу Вот Сюда Дарт Первичная Точка Чтоб Быстро Писать По Справке На Дарт Это Тоже Разобрались Иными Словами Мы Начинаем Работать В Несколько Направлениях Первый Этап Работы Мы Начинаем С Методик Быстрого Освоения Что Кто-то Что-то Упустил Чтобы Четко Все Понимали Джанго И Упорно ДРФ Кроме Этого После Того Как Будут Внесены Все Файлы Кто За Что Отвечает И Тот Причет Свои Наработки Будут Поставлены Конкретные Вопросы Что Дальше Делать Поэтому Сейчас Я Это Опускаю Иными Словами Получается По минимуму На начальном Этапе Нужно Работать Не по Двум По Трем Направления Первое Направление Это Создание Приложения Раз Второе Второе Направление Это Разработка Сначала Технологии Откуда Берутся Вот Эти Вещи А вот Эти Вещи Будут Браться Из Исходного Кода Джанга И Возьмем Пока Fast API И PyTorch Иными Словами Все Тестовые Случаи Которые Там Есть Надо Изучить Прекрасно Понимать И Уметь Их Отразить В коде Это То На чем Точка С которой Можно Оттолкнуться Для того Чтобы Пойти Дальше Пока Я На этом Остановлюсь Пока Понятно Что делать Сейчас Только Подведу Итог Значит Конечная Цель Максимум Который Хотелось Бы Увидеть Это Принять Участие В Разработке Mildware Я Сейчас Рассказывать Не буду Это Будет Только Внутренняя Информация И Внедрение Этих Технологий В Свои Приложения Что Останется На выходе Это Проект С Открытым Исходным Кодом Который И Будет Вот этим Над чем Вы Работали То есть Проект Доступный Всем И способный Принести Пользу Для многих Людей Все Что вы Сможете На выходе Сделать По сути Дела Давайте Посмотрим По ходу Приобрести Опыт Создания Приложений Так как Это является Минимальным Второе Поработать В Разработке Поработать С исходным Кодом С документацией И Поработать Над проектом По внедрению Механизма Навязывать Не буду По минимуму Я предлагаю Несколько Вещей Которые Должны Быть Свой проект Внедрить Нечто Своё Если Оно Вас Интересует Сделать Это Как Блокчейн Сделать Умный Телеграм Добавить Туда Либо GPT Либо Вообще Написать Свой Механизм Чем В принципе Мы Будем Ещё Тоже Заниматься Это Модель Обработки Данных И Её Тестирование Иными Словами Обучение Этой Модели Либо Нечто Своё Но Сам Замысел Заключается К тому Чтобы Принести Пользу Себе Необходимо Принести Пользу И вообще Проект Каким Образом Когда Будет Работа Над Механизмом Внедрения Понятно Что Она Будет Исходить Из Заранее Подготовленных Вещей Да Которые Мы Будем Рассматривать И После Того Как Это Будет Внедрено Ваш Проект Вы Сможете Это Описать А Значит Что Сделать Правильно Написать Абстрактный Класс Как Это Работает Для Разных Случаев Сами Эти Классы Будут Разделены На Разные Категории Для Всех Видов Деятельности Смысл Очень Прост Что Внедрение Сложных Вещей В Проект Должно Быть Простым Задача Выражается Легко Многим Страшно Но Гарантия Одного Что Вы Вырастите Это Гарантия Потому Что По Другому Здесь Ну Никак Не Получится Посему Этот Проект Интересен И Разработчикам Опытным Ведь Зачем То Ребят Сколько Времени Занимались Работали С Исходным Кодом С Документацией Михаил Довел Дам Еще Одно Видео Например Да До Прекрасного Я бы Сказал Хорошего Уровня Но Хвалить Не Будем Скажем Таким Образом Приемлемого Уровня Вот Это Видео Будет Первый Шаг А Нет Не То Итак Друзья Мы С вами Начинаем Писать Сайт Вот Шаолинь Подходит Поиск Слово То есть Здесь Отчетливо Видно Что Что Делает Михаил Чего Я Добивался И Это Опять Ради Этой Задач Я Добивался Чтобы Человек Приобрел Два Навыка Любой Человек В школе Ведь Это Видели Ребята Да У Нас Есть Исходный Код И Есть Документация Надо Принять Решение На Написание Своего Кода На Основании Законов Программирования Которые Лежат В Этом Исходном Коде Михаил С Этим Прекрасно Разобрался Это Когда У нас Есть Именно Вот Такой Уровень Мы Действительно Способны Проанализировать Милдвер И Сделать То Что Нам Надо Сделать Я Сказал Что Я Над Этим Проектом Работал Полгода На Самом Деле Все Кто Рос Тоже Работали И Работали Получается Для Себя И На Себя Для Того Чтобы Реализовать Нечто Больше И Выйти На Новый Уровень Кодирования Кодирования Отвечая За Определенные Направления Атрибуты Келбеки Катя Рима Гет Ресеттер Михаил Объекты Первого Класса Андрей Объекты Высшего Порядка Сейчас Задача Все Это Загрузить В Определенный Раздел А тогда Уже Пойдем Дальше Пока Спокойно Шаг За Шагом Спешка Здесь Не Надо Здесь Надо Сделать Просто Хорошо Надеюсь Я Объясню В описании Видео Чтобы Мне Сейчас Не Отвлекаться Потому Что Это Видео Больше Для Участников Школы А В Описании Видео Будет Шаги Тем Кто Хочет Осваивать Код На Высокопрофессиональном Уровне Что Надо Сделать То есть Куда Подключиться Что Купить И Каким Образом Поступать На Этом Пока Все